Девочки, я здесь просто запомню, я так постараюсь. Фестиваль, какие эмоции, какие личные, как человек, хорошо посиди, душевно, хорошо, нормально. Маловато, маловато будет. Хорошо, я подумаю над этим. Я учу ваши подробности. Как вчера Мафия, кто играл? Кто был босс Мафии? Босс с письмами. Мы поставимся по логе, у нас просто вся Мафия женская. Мафия всегда побеждала, всегда побеждала. Там же и меня у вас не было. У нас один-один когда-нибудь. Просто повезло. Мафии? Я так понимаю, Мафии ценил, да, повезло? Не был, не был. Свал, ты ни разу не был мафиолог? Нет. Повел себя как мафиолог. В этом-то и приятно. Меня сразу убили. Причем звали меня два раза. Тебя для этого и звали. Когда я лепила, только спустила. Ирина, а как пришла, первым делом убили. Я не понял. Зачем звали? Непонятно. Зачем звали? Чтобы убиться. Зачем звали? Ну, в общем, да. Хорошо. Кто еще поделится? Прекрасная жизнь в окружении божественной женщины. Божественная женщина. Ой, женщина, божественная женщина. Нам стихи поэмы читали. Где? А, девочки. Работают. А как вам массаж с вот этой вот? Работой? Вот как это называется? Диджей Риду. Инструмент вибрации? Да. Он, да. Вчера делился сутовой массаж вот этой вот трубой. Она как-то называется? Она очень сложная. Диджей Риду. А вот? Диджей Риду. Да. Я учила это название весь фестиваль, все равно не запомнила. Это было восхитительно. Это вообще было здорово. Я была в полете. Я тоже была. В темноте, под шумом. Да, ощущение было такое, как будто летаю. Где-то я вообще в пространстве из полета такая вообще. Это когда у тебя дуют трубы? Когда дуют трубы у тебя? Да. Когда трубой дуют, и у тебя такое ощущение, что я в полете. Валу я перевожу. Все два часа. У нас в итоге даже кран в зале встал тоже под этот же звук. Он как павлик. Подстраиваться. Да. Он тоже решил нам так позвучать. Хорошо. Есть ли вопросы? Есть ли какие-то пожелания? Расширяться. Я правильно поняла? Расширяться, да? Расширяться. Расширяться нам сказала расширяться. Да, это правильно было. Хорошо, у меня есть еще время подумать до следующего года. Я думаю, что у нас, я уже говорила, у нас проект 6-8 будет город. а тут такой будет мини всего на 20 человек. А зимой мы что-нибудь, наверное, все равно сделаем, да, Виктория, как? У нас есть идея, солнечный мир сделать не только зимним, но и... Ой, не только летним, но и зимним. Как летний и зимний олимпиад. Да, у нас зимний проект «Был 4 сезона» назывался. Да, он был 4 сезона, и он назывался как-то мини-фест. Он был в пятницу, мы начинали, а в последнем мы заканчивали. А летний фестиваль у нас в пятницу. Ну так как все меняется, да, мы подумаем, и кем-то у нас все равно будет такой-то зимой, но зимой конечно, потому что я без фестиваля без вас уже не могу. Я уже говорю, что на прошлом фестивале очень часто повторяла фразу, что фестиваль, он состоит, скажем так, да, из организаторов, мастеров и участников. И здесь каждое звено, оно очень важно, потому что благодаря тому, что вы к нам приезжаете, благодаря тому, что вы с нами, этот фестиваль живет. Я благодарна каждому из вас за то, что вы с нами, за то, что вы к нам приезжаете, скажем так, да, из года в год, из фестиваля в фестиваль. Очень благодарна Наталье, она буквально со второго фестиваля с нами. Ой, спасибо, я не ожидала, что речь идет. Я помню на маке эти костры, эти танцы, такие первые. Я тогда еще была беременна, еще ранее. Я говорю, фестивали развивались, я развивалась, дети разжались. Это был такой процесс, очень такой продолжительный. Но он наполнен эмоциями, он наполнен чувствами радости и видеть каждого из вас всегда у нас. У нас сейчас будет мастер-классы. Мастер-класс у нас немножко меньше, чем в расписании. Я об этом так озвучиваю. Не будет важной о себе игры. Эмилин заболела, сейчас вроде прозвонила, буквально передала, что должна была передать. Я думаю, что у нас замечательные сегодня мастер-классы. А два часа я всех жду здесь, на закрытии, на розыгрыше призов, на, скажем, таком завершающем шеринге. И думаю, тогда мы еще с вами поговорим чуть-чуть подольше, чуть-чуть побольше. И сейчас, да, я не зря начала такую нашу линеечку, но это уже традиция была, да, я так завершала всегда, завершающую линейку, еще до того, как пошла обучаться, обещать терапевтам, но традиции, видите, как они и есть, сохраняются. Я как раз таки хочу представление начать именно с этого направления, которое у нас представляют наши мастера. Это Виля Беляевец и сегодня будет Даня Хомарова. Даня Хомарова, да, вы будете, а, вот, кстати, так, уже так подружески, знаешь, глядем в глаза. Девочки, вот что такое вообще процесс группы, про что это? Ну, мы приглашаем вас на процесс группы, это, в общем-то, то место, где можно отреагировать эмоционально, то, что было накоплено в течение дня, но, если это бывает формат тех мероприятий, в которых мы чаще всего участвуем, либо же то, что было накоплено за то количество дней, которые вы были на фестивале. Это абсолютно разные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Это как раз то место слива. Ну, если вы поговорите, то место слива, где вы можете выдохнуть и со спокойной душой, со спокойным сердцем отправиться домой. Я добавила на себя, что группа с группа, это такое место, где можно обнаружить не только совместность, да, фестивали, все, какие-то эмоции, которые у нас, ну, там, подражение там легкое, или там, недомогание какое-то, или недовольство кем-то, чем-то, там, потому что у нас группа же как-то специальная ситуация, мы не зайдем куда-то, но с другой стороны вы можете пообщаться и заметить разницу в себе и в другом, и обнаружить разницу в восприятии, как вы воспринимаете то, что здесь у нас, как вы другую воспринимаете. Как можно с этим подходиться, без какие-то там замалчивания, за таятой, можно спокойно уже не говорить или что-то обсуждать, потому что, ну, правда, все разные, и когда мы отсюда выйдем, ну, как-то будет своя жизнь, и встретимся ли мы так же, как мы сейчас встречаемся в Минифа, в этом большая рецепт, и это все равно будет уже что-то новое, а завершить то, что здесь было, и мы продолжать в процессе, в этом процессе будет. Ну, это была хорошая миссия для постконтакта, потому что все, о чем мы говорили, была встреча, были события, очень-то хорошо бы замедлиться. Замедлиться, чтобы не выскочить из этого состояния, которое было в общем, можно решить его как-то медленнее, спокойно, было бы отлично. Еще мы хотели бы добавить, что для участников фестиваля мы решили сделать некоторое такое предложение, которое будет в течение месяца в силе. Это индивидуальная встреча бесплатно, в формате скайф, если это территориальная ошибка, либо даже телефонный режим, ну, в общем, это можно будет сделать. Ватсак, скайф. Так, с 13-го по 13-го, с 13-го августа по 13-го, с февраля на 8 сентября, это акция, в общем-то, не есть, да, да. Хотя бы попробовать, ровно для тех людей, которые заинтересованы в России, попробовать, что есть, какую работа в Сигирстайзе, ракцизе, акция, на 5 сентября. Я там укладывала флайр, вот, в Коснодаре такая школа группа планировала свои качества и здесь, и там есть с телефона, ну, и с телефона, и, по-моему, на этом столе должны быть еще большие источки. Ну, а дальше вы там, Сарафан Буратова, передадите тему, которую вы здесь есть, да? Друзья, я, Саша, по-моему, возьму слово, ну, на правах организатора, потому что, Лиля, вот, да, вот, моменты некоторые, да, я применю, куда-то, 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 куда-то. Так, значит, еще очень интересная арт-терапевтическая сессия от Юлечки Гасановой. Она сейчас расскажет, что это будет. Я вам скажу с радостью. У нас, я вас хочу произносить на арт-терапевтическую такую сессию небольшую, главное слово здесь арт и терапевтическая. То есть, речь у нас пойдет, да, будет терапевтическая группа, вот, в формате арт-терапия, и за основу работы этой группы я взяла две темы, которые, с одной стороны, немножко не связаны между собой, а с другой стороны, всегда идут бок о бок, это доверие и границы. А вот, мы обсудим, поиграем, пообщаемся, и каждый из вас всегда, ну, кто знает, кто ходил ко мне когда-то на группы, может быть объектом терапии и субъектом, то есть поработать для кого-то и самому, возможно, осознать какую-то часть себя. Поэтому я вас с радостью приглашаю, приходите, будет там, на второй площадке, и, хорошо, добро пожаловать. Процесс группа будет здесь. И еще один мастер-класс, который сегодня будет, это третий мастер-класс, и сегодня я буду проводить его я. Это мастер-класс будет по куклу терапии, по созданию славянской обрежной куклы. Сегодня это такая вот, обычно все мои куклы, они антропоморфные, да, то есть они отражают образ человека, но в процессе создания куклы мы имеем возможность увидеть прямо в материальном плане, да, то есть в реальной жизни куклу, который отражает нас самих, создателя, создательницу, по каждому элементу куклы, она очень и администична всегда, также она является оберегом, вот сегодня я предлагаю сделать уникальную куклу, это кукла сорока, это не антропоморфный, не человеческий образ, но это образ, такого вот помощника, вернее, помощницы. Кукла сорока помогает очень здорово работать с информацией. Мы люди, которые все находятся в инфополе, в информационном поле. Многие из нас, те, кто находятся где-то, все, наверное, кто находятся на фестивале развития, психологии, интересуются и собой, и окружающим миром, мы все находимся в потоке информации. Не всегда эта информация, которая к нам приходит, она нам нужна. А иногда информация, которая нам нужна, до нас почему-то не доходит. Вот мы в процессе создания этой куклы будем с этим разбираться. Вот. Ну и в итоге мы еще будем делать заговор в конце, для того, чтобы кукла работала, активизировалась, я же скажу, что это. Это плюс ко всему кукла, да, с очень здоровым велегом, семейное благополучие, материальную влагу привлекает. Ну, в общем, еще много-много чего интересного. Так что, кто хочет немножко поработать не только головой, но еще и руками, одновременно, такой тандем с линиями работы правым делом полушария и гармонизации внутреннего состояния, всех приглашаю. Мы будем под липами на земле сидеть, на уютном коврике, на подушечках. То есть, такие заземные места. Так что, всех приглашаю здесь. Извините, у нас тут такой процесс идет, да. Судьба организатора, очень сложная судьба. На мастер-классе я не дохожу, точнее, я дохожу, но не могу присутствовать, поэтому мне очень жаль. Люблю посещать фестивали, организованные кем-либо другим. Поэтому, у них очень есть возможность участвовать. Но я, наверное, люблю я солнечный мир, так там и так. Поэтому я не очень люблю ездить. Татьяна, выходите мне. Пусть все увидят, что вы опоздали. Я посещаю. Как раз за судьбой. Мы же не можем уже подготовиться. Мы же не можем уже подготовиться. Но, действительно, каждый мастер уникален в своем направлении. И это всегда приятно. Мне, как организатору, это понимание. Оно очень, скажем так, дорого мне. А еще, вот, очень дорогой человечек у нас сегодня с нами. Я уже сказала. Всегда в душе. Я... Не, ну ты продолжай! Я просто... Я не подслушала свою коллегу, помощниц, очень любимого моего человечка. Не знаю, когда мы с тобой нашу годовщину будем отмечать. Это надо точно отметить. У нас в прошлом году фестиваль был чуть-чуть позже. Да, поэтому у нас есть время еще об этом подумать. Хорошо. Я тогда не буду задерживать вас, потому что очень важно и ценно время, проведенное на мастер-классах. Сорока, кукуруданка, традиционно у нас уже, я видела эту площадочку, она замечательно волшебная, с подушечками, можно там комфортно потворить. Процесс группа, я вас, да, а ты уже это тоже сказала, да? Больше группа. Это было самое приятное. О закрытии и о... Тут не понравилось. Актуда поздавших не дам. Ах так! От штрафа, как в коробочке, наоборот. Добро Крыма у нас, этот фестиваль проходит под эгидой, да, скажем, мы поддерживаем Добро Мира, волонтеры Крыма. Идет у них сборка, рубочка, прям вот на коморочке. Опоздавшие у нас традиционно 10 рублей в минуты киндаются. Хорошо, тогда благодарю. Новых осознаний, завершений, пониманий, хорошего настроения, да. Я уже говорила о закрытии, я это, я еще говорила до того, как у нас, хорошо, ладно, скажите, у нас есть Кристина. Кристина есть. Кристина, да, она есть. Вы ее знаете, она руководитель нашей ярмарки, да, выставки ярмарки, которая у нас проходила, я помню Кристина тебя за это. И еще Кристина, она такая женщина, которая может делать, например, на несколько дел, знаете, какая-то настоящая женщина. И она у нас, скажем так, порой по работе с общественностью, по работе со спонсорами и подарками сегодня будет нас радовать множеством подарков. Простила, спасибо большое, да, будем всех радовать множество подарков, что я уже сказала, да, так что не уходите. У нас опять будет, но подарка каждая будет, конечно, а так что стоит правая ручка и левая ручка. Ага, да, так что всех ждем у нас здесь, два часа, так, поздно, поздно, решение людей. Продолжение следует...